Диджитал-команда партии «Слуга народа» уже создала систему «Электронный праймерис» для отбора кандидатов на выборах, но из зажатых сроков предвыборной кампании ее не успевают реализовать на досрочных парламентских выборах. «Мы на самом деле уже написали систему на блокчейне «Электронный праймерис», которую из зажатых сроков не удается реализовать», сообщил руководитель «Диджитал» направления избирательного штаба партии, внештатный советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс Украина». Крайне важна идентификация пользователей, чтобы свое мнение высказывали именно реальные люди. По его мнению, данную систему можно будет использовать уже на следующих этапах, например, на местных выборах в Украине. В свою очередь, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подчеркнул, что Политсила не будет использовать часто применяемый в Украине метод продажи мест в партийном списке на выборах, и призвал направлять в партийный офис тех, кто пытается прикрываться ее именем, в том числе, для участия в выборах. Разумков, в частности, сказал, партия «Слуга народа» по пути, протоптанному старыми политическими силами, не пойдет. Если вы слышите о том, что кто-то отдал кому-то место за деньги, без денег, кто-то кому-то что-то должен, отправляйте их к нам, заявил Разумков. Он отметил, что сразу после победы Владимира Зеленского на выборах президента стали появляться подобные люди, вместо от одних стали ходить якобы от других. Но ходить от других и действительно быть членами команды, это две большие разницы. Поэтому отправляйте таких людей сразу к нам, попросил глава политсилы, которая 27 мая обновила свой логотип, отныне это изображение велосипедиста с президентской булавой в руке, в сериале «Слуга народа» герой Зеленского президент Голобородько добирается на работу на велосипеде, игнорируя лимузин с охраной. Известно, что Зеленский последовательно выступает за блокчинизацию и цифровизацию Украины. В частности, в разделе «Электронная страна» его программы сказано, государство обеспечит всех жителей доступ к быстрому интернету, что будет способствовать развитию цифровой грамотности населения независимо от возраста. Вся информация о формировании и использовании бюджетов, проведении тендеров, закупок, аукционов будет в общем доступе. Публичные процессы будут автоматизированы, ведь компьютер взяток не берет. Услуги, которые могут предоставляться электронно, будут внедрены в первую очередь. Ранее в телеграм-канале Зеленского был поднят вопрос о том, как можно решить проблему хищения программного обеспечения и кражи идей в Украине. В посвященном этому посте говорится, важный шаг в решении этой проблемы — внесение личных данных гражданина Украины в надежную электронную базу, из которой эти данные, во-первых, никуда не денутся, во-вторых, не могут быть сфабрикованы, в-третьих, будут надежно защищены. Такая схема называется блокчейном. Однако для того, чтобы такая база существовала, необходимо провести электронную перепись населения Украины. Как только она будет проведена, онлайн-регистрация бизнеса, электронные выборы, возможность запатентовать любую идею и многие другие крутые изменения станут реальностью. На днях советник украинского лидера профессор Руслан Стефанчук в интервью изданию «Левый берег» рассказал о том, что основной идеологией партии «Слуга народа» станет «Л». Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Другие談ки, привет. Как Вы Стефанчук Как вы Как вы Ган Стефанчук В Продолжение следует...